Книга открытым оком 22 том тема потеряевка вопрос 3471 о чем вы говорите после концерта в потеряевке отвечает Игнатий Тихонович Лапкин если уж явно нужно сказать тогда только выхожу в этом году к тому побудило меня выступление местных учеников которые представляли что-то из старта зверей всего я не слышал но видел что на детях были маски а у одного длинного до полу хвост а это уже явно нарушение канонов а тут еще приглашенные стали выступать в нашем обществе плохих песен не поют но я все же решил им показать второй этаж их песен плохо слышал как Игонин ВГ пел про пару гнедых если бы хорошо слышал то я бы и по ним прокатился тема колхозная убийственная для него он был ярым коммунистом да похоже таким и остался в душе ныне 16-летние ныне 16-летие потеряевки 20 мая 2007 года верующие видено рассматривают в другом свете неверующие этого не понимают апостол павел говорит 1 коринфянам 2.15 но духовный судит о всем а о нем судить никто не может это 2000 лет назад сказано люди мира говорят ты многое себе воображаешь тебе можно а мне нельзя ваши суждения здесь неверующие совершенно неправильные вы видите только то что перед вашими глазами вот выступали сейчас и я бы попросил кое-какие номера убрать парнишка выходил с хвостом одеты в личину про канон запрещающий надевать личину разве вы не знали вы нарушили канон церковный и вы должны попасть под депутинную вы подставили ребенка мы христиане у нас другие мерки вот поете про деревню мотив хороший не надо забывать что составлено было в советское время когда была разрушена погублена россия которая к 32 году несомненно по мнению всех специалистов мира была бы первой державой в мире при царе когда черчилль спросил сталинова что обошлась коллективизация то этот тиран выкинул вперед две руки с растопыренными пальцами 10 миллионов русских мужиков самых лучших тружеников погубили вот первые их из них раскулаченные здесь шестнадцатилетние девчонки третий снимок снизу называю тебя по имени отчеству и дакия титовна пропели песню про деревеньку колхозницу я тебя колхозница знать не хочу эта песня не наша христианин смотрит на все по-другому он другой смысл вкладывает когда я услышал песнопение подумать страшно мне теперь когда б не ту открыл ты дверь не той бы улице прошел меня не встретил не нашел вы понимаете о чем юноша прошел я же другой смысл не могу не вложить как я лапкин 28 сентября 1962 года 17.00 на улице карла розенберга 18.04 вошел в дом к людям у которых было евангелие поклонись пели вы отцу матери мать наша церковь отец наш отец небесный у вас другой смысл и он временный хороший но он временный и вы умрете и вам это ничего не даст потому что на суде божьем когда мы все умрем бог спросит одно ты выполнил мисс миссию которой ты родился на землю мы же могли и не родиться вы взрослые и знаете от чего человек начинается у щуки три миллиона икринок а когда человек начинается до 250 миллионов у него живчиков я пробил дорогу 249 миллионов погибли я вышел прилепился зародился и родился и бог не назначил еще до моего рождения уже великую победу я среди миллионов оказался победителем среди тех которые в радостную ночь отца моего лишились и для чего чтобы я в этой жизни бога искал нашел его жил по заповедям божьим и ушел из этой жизни жизнь есть а смерти нет смерть это отсутствие жизни свет есть а тьма не измеряется тьма это отсутствие света есть переход из одной жизни в другую вот смерть это только грань почему безбожник в ужасе он не знает что там почему смело так мусульмане идут умирать у них вера что после смерти получат царство мусульманской и у них будет каждый день буря и каждую ночь шесть красавиц он идет смело он идет лучшее у безбожника нет ничего лучшего и он цепляется за жизнь и цепляется за ними как за ворошиловым ездила реанимация они не хотят умирать они боятся смерти а павел говорит филипийцам 1.23 влечет меня то и другое имею желание разрешиться быть со христом потому что это несравненно лучше чем здесь жить и поэтому мы вкладываем во все иной другой смысл хотя и слышим одни и те же слова я поясняю чтобы когда вы бываете среди верующих то вы бы понимали что рядом сидящие с вами на скамейке люди имеют другое восприятие как счастлив я что я христа имею они верующие не понимают для них это что-то сказочное а это действительность что христос умер на наши грехи я со христом живу и смерти нет я жду когда же умру и буду с господом я увижу все как есть ради чего я веровал молился кланялся трудился жертву и все получу апостол павел говорит филипийцам 1.21 ибо для меня жизнь христос и смерть приобретение смерть несет плоды у людей как кошелек или жизнь смерть она все мне обратно вернет что я сделал ради бога что я страдал мучился прощал терпел унижался недоедал постился ради христа и поэтому вы в этот концерт все что-то вложите если можно вот пели в этой деревне огни не погашены это означает что здесь верят во христа у рубцова то настоящих нет стихотворения он был пьяница его жена задушила собственными руками у него страшная кончина у него был талант и он не знал куда его употребить и как сожительница задушила его собственными руками он же двумя ножами на нее лез а поэт у него был дар слова но у него не было веры и он погиб были прекрасные люди такие как пушки и не было любви поэт погиб он не был окружен любовью лермонтов не знал бога он получил пулю бог за дерзость за оскорбление других человек знающий бога как никитин умирает своей смертью он идет к богу как паустовский пишет а жене сказано было им что его жена с каждым днем светлее делается а он не верующий человек все темнее и темнее он как бомж делается у него нет надежды он идет к смерти разверстаями а верующий идет к чезарному триединому свету к христу я получу все вот где смерть несет плоды что вы пропели да многое можно напевать но помните что я вам сказал попытайтесь перейти на другую ступень вот узнаете что есть молитва и у нее есть три ступени первая она вся замызганная там молятся мусульманин буддист православный это дай просительная дай мне трудно сын в армии в чечне погибает дай услышь дай мне сына домой 2 это благодарность за нее редко кто идет бог выполнил а там нужно за все благодарить получил не получил а 3 на которую редко кто поднимается там словословие аллилуйя мне не надо ничего я и благодарить не могу я только славлю бога слава отцу и сыну и святому духу вы слышали в сверке это песнопение у неверующий отсутствует все он на первой ступени дай господи когда трудно и говорит дай я тону помоги а дальше у него ничего нет он мертвый он обкраденный наша нация это нация обкраденных людей потеряя в кота маленький всплеск вспышка как неоновая вывеска на магазине где протают продают золото и на нем вот так вспыхивает такие мгновенные огоньки это огонь маленькая вспышка может быть вот от прошедшей кометы потеряевки не будет я о том в каждой проповеди говорю и она снова исчезнет люди не поймут что здесь христот и вот дети что пели это все будет на месте если они это сохранят себе это не будут верить это будут прекрасные люди счастливые матери и отцы имеющие детей христиан несчастные родители у которых дети неверующие смелый будет головорезом ты не знаешь что с ним будет его убивать будут такие же как он и ему не устоять и люди которые хотят чтобы дети их были нравственные но без бога это родители преступники в этом мире надо быть волком надо хватать и рвать чтобы выжить по теории нитши сильный выживает если бога нет значит тогда коммунизм или фашизм а если бог есть забудет воля твоя и тогда ты будешь побеждать горы будут падать перед тобой перед тобою господь говорит и никто не устоит я видел человека однажды на арбате где продаются матрешки финтифлюшки и он запел я такого пения кажется не слышал вся улица замерла продавцы оставили товары стали приносить деньги да деньги немалые по 50 по 100 рублей кладут я посмотрел все деньги больше петь не буду хватит я спросил его кто же он в патриаршем соборе пел в большом театре в москве но водка меня сгубила как он запел ямщик не гони лошадей я никогда бы не услышал этого даже по радио передо мной лошади встали я видел его отчаяние его потерю любви все что в песню вложено но это человека нет бога я говорит не верующие никогда в бога не верил я несчастный человек войну было когда ребенка на моих глазах убивали я говорю ему есть бог а я не верю почему тогда братья мои погибли он не может ответить мы люди живущие на земле мы видим только маленькое стеклышко от огромного панно мозаичного все только бог знает для чего это потеряется для чего советский союз был нужен он нужен был чтобы в конце этого страшного эксперимента ангелы захлопали в ладоши снова сатана проиграл это сатана выпросил россию бога господи дай мне страну я дам людям счастье без бога я к вершинам коммунизма приведу привел он привел гулагу к смерти к развалу и партия уже в это не верила а бог дает свободу возможность построить строить потеряевку не поняли случилось так как бог говорит ничего не будет вы нигде не найдете христа песни то все хорошие отцу и матери поклонитесь придите скажите отец небесный ты дал мне жизнь она такая коротенько как вспышка и матерь церковь православная благодарю тебя господи чтобы этот концерт поднять на другой уровень я хочу чтобы вы слышали были музыканты они не сами это наигрывали если бы они в бога верили как бах счастливый человек который жил для бога а если он не знал бога зачем он жил за каждое в жизни мгновение за каждый потерянный чар за мысли слова и движения ответа потребует нас какое дадим оправдание что скажем защиту свою найдется ли для нас сострадание найдется ли нам место в раю и в конце сказать господи я побыл здесь люди хотят лучше а у них не все так получается благослови и господи и себе это донеси вы живущие здесь счастливые вы посмотрите как мучаются олигархи жена олигарха при жизни считает себя несчастнейшей я говорит нигде не могу быть смотрят люди на них они понимают что все это наворованное и когда ты живешь честно красиво интересно даже в бедности во христе все тебя благословляют как некрасов говорит знаю не наворовано у тебя все все с неба тебе бог дал благословенное мы здесь ничего не воровали ворованное не покупали у нас есть свидетели которые видели как мы работали ибо мы начинали все с молитвы мы все это подчеркиваем что молитва была искренне и вы разъезжаетесь отсюда тебе положить разъезжаясь отсюда себе положите себе в сердце господи а вот что я слышал как оно будет выглядеть у нас и вот огни не погасли то есть вера не погаснет господь говорит макфея 5 14 вы свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы вера это о вере речь идет не ценное такое ваше стихотворение но если его вознести на духовную высоту оно засияет чудными алмазами вот что я хотел вам сказать солом 93 8 образумки бессмысленные люди когда вы будете умны невежды и уф 38 36 кто вложил мудрость сердце или кто дал смысл разуму и уф 39 17 потому что бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла не по своей вине отпраздновал не раз смущался нервничал и гневался прилюдно теперь спустя года то вижу беспрекрас иначе будь и день высудный и день настал высудный бог только он осаживал меня бил по ногам дорогу заграждая на переправе лошадей менял других рвала безжалостная стая а я про то узнал спустя столетия через давида мудрость соломона не раз окаживал меня спаситель третью затем ловил на половине склона господь все выверил до нашего начатия все распланировал и взбесил супер классно я в высшей инстанции не зря стучался как будто ждали там все как по маслу через кого-то как-то и все из-под тишка велось и сыпалось из рога изобилия затарено добро в моих мешках со мною многие безродные кормились с утра до вечера и снова до утра не успевая ноги подставлять приносимый дождь мороз ветра и даже переможем как-то слякать идут звонки от тех о ком подумал и сами предлагают мне помочь как будто рядом президент на стуле и патриарх не брезгует не отгоняет прочь страшно то чудеснее чем сказки по моему потению очень часто сбывается в том вижу божью ласку как карточной игре при нужной масти о господи дай сил довериться тебе учиться ждать в молитвах как в прихожей приди поужинать со мною и в обед и завтракать ко мне не опоздай о боже 1 июня 2007 года Игнатий Лапкин